Мы сейчас пытаемся прообщаться. Я готова. Меня зовут Толкач Анелли, я актриса. В 2017 году закончила факультет режиссуры и двумя годами раньше факультет артиста эстрады. Мой рост 183. Когда была маленькая, я наизусть огромные-огромные стишки на стульчике, как сидеть читала. Ну, как сидеть, наверное, которые потом в итоге все равно стали в этой профессии заниматься. Потом я была уверена, что я буду певицей, вот эти вот пленки, кассеты записаны. Я пела везде, всегда, и без конца, и пела-пела. Желтые тимпаны, потом такой звук, включающийся в эту запись на кассете. Ты начинаешь работать такой, песни-ки-раслухи, ты запоздал, и он принесет. У меня есть сердце, а у сердца песня, а у песни тайна, хочешь разгадай. Я прихожу на кастинг, на меня смотрят, говорят, у меня типичная стерва. Будете у нас любовницы. Да, родники такие нравятся. Они очень яркие, во-первых. Во-вторых, в жизни не всегда такое себе позволишь, как в кино. Поэтому можно сказать, что я на них отрываюсь. Про мои сильные стороны вы меня спросили. Я очень хорошо плачу. Прям вот если надо плакать, это ко мне, зовите. Слез много, они очень натуральные. Я стараюсь, если есть возможность, каких-то людей наблюдать. Я пойду в цирку, познакомлюсь с какой-то колонезой, скажу, «Можно я вас поживу неделю? Я буду за вами ходить по пятам и наблюдать за всем, за репетициями, за работой, как вы утром завтракаете». Роль для монахини. Я даже ездила до того, как на съемки начались специально в монастырь, в горах, в такой маленький, тихий, и жила там неделю. У меня такое ощущение, что моя героиня, она мудрец, прошедший огромное количество жизней, проживший до того, как она родилась. И мы вот снимали сцену одну, где она практически умирает. И вот этот момент, смерть, переход, понимание, осознание, что, для чего все, что делать, и как бы возрождение новое, и начинается новая жизнь. Я женщина, Господи, дай мне беспомощной силы, Чтобы слабым помочь, чтобы посохом стать, Для того, кто устал торопиться. Пусть темна будет ночь, Чтоб никто моих слез не увидел, Моих слез не увидел. Мне страшно. Я одна роль, это был спектакль фестивальный, И я играла женщину реальную. На тот момент, когда был спектакль, ее уже не было в живых. Я была за сценой, как бы в тени, И наблюдала уже за этим миром, Где остались все эти люди, которых я любила, Которые мне близки с того мира. Я даже до сих пор не знаю, Смогла ли я все по-настоящему глубоко показать, Потому что это было очень сложно. Во-первых, это реальный человек, Я ее чувствовала, Я видела ее фотографии, Я знаю ее историю жизни. Это огромное доверие, во-первых, И как-то просто эмоционально даже, Ну, не просто такие вещи. Я очень много к разным-разным людям прикоснулась, Будучи уже и психологом, В их разных состояниях души. Я все это могу себе брать, Это удивительно. Интересно в себе это открыть. Вот хочется что-то такое яркое, И такое прям... И, честно говоря, Вот хочется королеву сыграть настоящую. Именно почувствовать, Как это, что это, И передать это все. Вот такую огромную человека. Предлагайте королеву, я согласна. У меня рождается океан энергии еще больше, больше, больше. И удивительно, откуда это берется. Наверное, это потому, что любимое дело навсегда дает. Энергия дает силу.